Добрый вечер! У нас будет очередное занятие сейчас, посвящённое Хануке. Тоже четвёртое занятие. Есть интересное объяснение тому, не логическое, а более такое хасидское, духовное объяснение. Я её прочитал именно в книжке духовного наставника Ишевы в Гейциде, в Англии, Раф Моши Швала. Он сказал такую вещь, интересное замечание такое. Когда у нас есть вход, в котором есть Мизуза с правой стороны, то мы устанавливаем нашу Ханукею с левой стороны. Левая всегда у нас в иудаизме, может быть, даже в других традициях, в других народах тоже так. Левая – это всегда какое-то немножечко менее, как бы меньше силы. Правая – это что-то сильное такое, а левая – это менее сильное, что-то такое, менее желательное. И все, чем мы, например, заглядываем слева направо, всегда это всё позитивно идёт в правую сторону. А всё как бы нежелаемое, но в левую. Так как получилось так, что мы Ханукею ставим с левой стороны, как бы не особо охотно вещь такая, да, получается. Хотя с другой стороны, это же важный праздник такой. Но мы сказали объяснение, чтобы человек был как бы окружён, обрамлён заповедями. Это большой положительный момент в этом месте. Но он заметил ещё одну вещь, в честь чего установлен, в принципе, праздник Ханука. И, кстати, человек, когда зажигает свечи, говорит благословение, он должен это иметь в виду, в голове у себя, как бы, да, в мыслях, что он сейчас выполняет заповедь, которая призвана, как бы, напомнить всем ему и всем остальным о тех чудесах, которые произошли когда-то во время Второго Храма, победы евреев над линцами, да, над... Греками, те, которые хотели уничтожить, как бы, еврейскую, еврейскую религию, еврейскую особенность такую, да. И это вот эта война, которая была совершенно чудесной, в честь неё мы зажигаем ханукальные свечи. Но говорит рабочий Швооб, что это ведь нежелаемая, в принципе, с точки зрения эгоизма действия война, как таковая. Лучше бы, чтобы не было войн этих, ну, когда уже деваться некогда, когда уже дошли, как бы, до последней черты, и остаётся только либо смерть духовная или физическая, либо воевать, так уже приходится воевать. Но, в принципе, мы против войны и не хотим этого, мы не хотим насилия, не хотим насилия над другими, не хотим никакого вот этого вот применения силы. Всегда сказано, что сила еврея и сила раба Всевышнего, она в его молитвах, в том, что он возносит свои глаза к Богу, а не в том, что он берёт в руки оружие. И поэтому, как бы, мы ещё говорили, что это очень символично, что мы ставим с левой стороны, показать, с одной стороны, мы помним о тех чудесах, которые Всевышний нам вершал. Но, с другой стороны, война – это не тот метод, который нам и мы предпочитаем. Мы предпочитаем изузу, мы предпочитаем молитву Всевышнему. Есть интересная вещь, которую я бы хотел бы тоже упомянуть. Мы говорим о законах сейчас. Я увидел интересную вещь, такой намёк. Такой был Рэби Адмор из Зетичева. Он говорит, что одно из предложений, которое мы читаем во время чтения Торы в Хануку, мы говорим там о, вообще, это отчтение Хануку, оно связано с головой жертвоприношений, которые приносили главы колен во время установления переносного храма в пустыне. И там есть в каждом из этих приношений примерно всё то же самое. И там есть такая фраза «Кав Ахат Асара Загав Млия Кторы». То есть «Кав» – это примерно типа половника, ложки такой большой, которая сделана из золота. Одна ложка такая, полная воскурений. Они приносили, принесли в храм для того, чтобы могли там делать воскурение. Так он говорит, что интересная вещь, он заметил, что в этом предложении написан, в принципе, намёк на все законы, о которых мы с вами говорили и будем говорить немножко сегодня тоже. Как это получается? Давайте посмотрим. «Кав» – это то, что называется ложка. «Кав» – «Хав Пэй». Это начало слова «Хав» – это что надо зажигать хроникальные свечи меньше, чем «Хав Ама». То есть меньше, чем 20 локтей, как мы с вами говорили. Дальше идёт «Кав Ахат» – «Одна». Одна, начальное слово – это «Алиф». Вторая буква – это «Хэт». То есть надо зажигать восемь свечей с первой до восьмой. «Асара» – 10, то есть она должна весить 10 золотых, как бы, «Асара» – 10 золотых она весит, какая-то мера такая. Что такое 10? Должно быть «Асара» – «Ашук» – «Ашук» – «Ашук»» То есть тогда это было полчаса. «Десять» – это «Ад». Слово «Эсара» – оно пишется так. «Айн», «Шин», «Рэйш», «Гэй». Начальные буквы этого слова составляют «пока не закончат люди ходить по улице», так как это приводит «Толмуд» в том же самом выражении. Дальше идёт следует слово «Загав» – «Золото». Начальная буква – это «Зайн», то есть «Время». «Змано» – «Бенашмашот» – получается «Зайн» – это «Время», «Зайн», «Зман». «Хабет» – «Гав» – «Хейбет» – это «Бенашмашот». «Млия» – «Полная» – буквы этого слова составляют слова «Митсвата» – «Лядлик» и «Целапетах» – «Нужно зажечь его около входа». Ивритские слова – так получается этого слова, если взять каждую букву. «Кторет» – следующее, последнее слово – это «Кторет» – «Воскурение», то есть его благовоние, которое воскуряли. Если взять эти буквы этого слова, то получается «Коров Тефах» – «Рохов Тадлик». То есть надо это зажечь вблизи кулака, как бы кулак вблизи от входа. Такое интересное замечание. Вообще есть невероятное количество интересных замечаний, которые наши мудрецы разных поколений находили в связи с письменной, где намек Хануки в письменной тере. Есть очень много всяких интересных находок и так далее. Мы, с вашего позволения, продолжим немножко завершить. Нам нужны законы Хануки практически. Как бы мы уже идем к завершению этой темы. И если будет такое желание, можно было бы посвятить еще один урок, привести не законодательные какие-то пункты, какие-то законы, правила по исполнению этой заповеди, а немножечко погрузиться немножко в дух того времени, привести, вкратце, например, поговорить о свитке Антиохуса, о той истории, которая произошла с Геудит. Мы знаем, что в это время произошла известная история с Ханой, с ее семи детьми, когда греки, арестовав их, говорили каждому из них, чтобы он поклонился какому-то изваянию, и каждый из них отказывался, отказывался, отказывался. И так убивали на глазах матери все по одному, всех семерых детей ее. Дошли до самого маленького, который тоже сказал, мама, не переживай, я тоже не поддамся этому натиску, как бы не оставлю нашего Всевышнего. И его тоже на глазах матери убивают, потом ее саму тоже. В Цвате есть очень впечатляющее, среди могил разных праведников и так далее, мы видим могилу одна побольше, есть маленьких таких покрашенных в голубой цвет могил, таких простеньких, которые по преданию говорят, что это Хана с детьми своими местами похоронена. В Талмуде она приводится как Мирьям, дочка пекаря, Мирьям Бат-нахтом, в предании еврейской Матахана с семью детьми. И это вот этот героизм еврейских женщин, еврейского народа, его преданность Всевышнему, своим традициям, она была всегда и до сих пор она нас поддерживает и благодаря этому мы как-то еще можем жить и существовать вообще как-то в этом положении, когда все вокруг смотрят на Израиля, как на перевозокватчиков и нарушителей. Когда мы говорим о зажигании ханукальных свечей в канун субботы, то надо знать, что мы надо зажечь это как можно ближе к субботе, но опять же, да, стараться ни в коем случае не зайти слишком близко, чтобы не было, не произошло нарушение субботы. Чтобы это было не раньше слишком, чтобы это было видно, что это к этому дню приурочено. Не у ханукальному, это ханукальные свечи, которые днем не зажигают. С другой стороны, чтобы то действие, которое называется зажигание, да, это одна из работ, которая была запрещена, которая запрещена в субботу, которая была при строительстве хам, это зажигали огонь, оно запрещено в субботу, и надо, чтобы не подходило близко к субботе этот процесс зажигания. Поэтому зажигают ханукальные свечи как положено, и после этого принимают на себя субботу, зажигают субботние свечи. Желательно те, которые зажигают свечи в канун субботы, чтобы они помолились минху до этого, дневную молитву до этого, чтобы они потом зажигали свечи, так принято, и потом шли в синагогу, молились уже свечу субботы и вечернюю молитву. На исходе субботы есть два мнения, как следует поступать. Либо делать церемонию по отделению светового отбудничного в долу, а потом зажигать ханукальные свечи, либо сначала зажигать ханукальные свечи, а потом делать процесс отделения субботы отбудничного в долу. Рассказывают про Репхайм, Зоненфельда, дата смерти, столетия смерти, которую вы недавно праздновали, она отмечалась. Он увидели, как-то он задержался в происходе субботы в синагоге, спросили его, почему Раф не торопится зажигать срочно ханукальные свечи. Он сказал, поскольку есть такой спор, когда что делать раньше, я жду, я немножечко задерживаюсь. Мои домочадцы пока что там приготовят ханукальные свечи у входа в дом. Когда я буду идти, первое, что я увижу, это ханукальные свечи, так мне никогда не будет деваться их зажечь. Есть такое правило, не проходят мимо одной заповеди, не оставляют одну заповедь для того, чтобы делать другую. Поэтому таким образом он нашел очень такой остроумный выход. То есть он сейчас видит ханукальные свечи, значит, он их зажигает, у него здесь нет дилеммы, что делать раньше. Но, я как уже сказал, есть такие, которые сначала делают авдалу, потом ханукальные свечи зажигают, есть которые, наоборот, каждый должен спросить у своего района, как делать, и как бы ни сделали, это будет правильно. Но, если человек не сделал еще авдалу и в молитве забыл сказать разделительные слова между субботой и будьем, он должен сказать, Баруха Мавдил Бен Кодишляхо, благословен, разделяющий между субботними, субботними и буднями, в любом случае, когда он зажигает огонь. Будь то авдала, будь то ханукальные свечи. Говоря о самой хануке, о самом подсвечнике, иногда я только хотел уточнить, это вещь, в принципе, известная, но еще лишний раз сказать об этом, что ни в коем случае нельзя допускать, чтобы подсвечник был семи голов, так скажем, чтобы там не было с теми частей связанных, это может быть даже запрет истории, в зависимости, как его делают, поэтому ни в коем случае это не должно быть, либо должны быть отдельные свечи, либо, если будет восемь, то это обычно делают восьми, восьми, скажем, ножковую, так вот, или восьми, чтобы там было восемь отделения, восемь свечей, но ни в коем случае не семь. и изображения, чтобы там не было есть определенные законы, потому как такие извояния, изображения выпало, и можно запрещено делать, чтобы не было в этом плане тоже проблем. Это так, мимоходом я хотел просто упомянуть. Что касается, что касается масел, которые останутся после того, как свечка сгорела, если свечка горела полчаса, то, в принципе, масло, когда там осталось, оно на этом масле нет святости, можно его использовать или использовать, или сделать с ним что угодно, кто не хочет использовать, может это просто выбросить и так далее. Те фитили, которые остаются использованы, и это масло, которое остается даже, если оно уже полчаса горело и осталось, принято в последний день ханаки, все, что осталось в какой-то месте, такое, где-то не опасное, не пачкает и так далее, собрать в одном месте и сжечь это все, это то, что принято делать и не пользоваться ни в каких других для других целей и не просто так не выбрасывать желательно, потому что все-таки на этом месте какая-то святость, от того, что исполнялось этим заповедь. насчет того, чтобы менять фитиля каждый день, нет обязанности менять фитиль каждый день, хотя в храме было все, каждый день были новые фитили, делали там, даже если старые были в порядке, но, что касается хануки, для ханукальных святей, нет обязанности менять каждый день фитили, можно пользоваться пока еще возможно старыми, хотя есть такие, которые в качестве опять же особенностей, чтобы было особенно хорошо это великолепное исполнение заповедей, пользуются каждый день новыми фитилями. Маслами, которые запрещены в использовании, желательно не пользоваться, некоторые считают, что это запрещено, масло, которое принадлежит к ладам седьмого года, есть спор в этом, желательно его не брать, масло израильское, от которого надо делять, трумот масло это не отделили, желательно им не пользоваться, орла не пользоваться, естественно, масло об этом даже говорить не надо, просто мимоходом упомянут, что масло, которое не принадлежит человеку честным способом, не получил, которое было похищено и так далее, не пользоваться для выполнения заповедей. когда зажигают свечи, желательно зажигать каждую свечу отдельно, не зажигать свечку от свечки, тем более, даже если это возможно, например, с теориновой, парафинов и пусковые свечи, можно в принципе зажечь одну, а другой, но желательно этого не делать, взять какой-то, либо спичкой зажечь отдельно каждую свечу и не зажигать спичку, во всяком случае, точно не зажигать от ханукальных свечей, поскольку они святые, а спичка это будничный предмет. Пользуются во всех домах, пользуются таким, это обычный такой, пользуются шамашем, то есть есть свеча, которая отличается от других свечей, обычно она бывает длиннее других свечей, ее зажигают, ей зажигают все свечи, ее оставляют потом тоже гореть вместе с другими, ведь свечами очень важный закон, это очень важное правило, свечами ханукальными не запрещено пользоваться, то есть нельзя получать удовольствие от света, нельзя посчитать деньги при свече свечей, даже какие-то связанные с заповедями вещи нельзя делать при свете свечей, если человек идет, например, там горят ханукальные свечи, нет другого света, он не должен закрывать глаза, и это само может идти, но в принципе делать какие-то какие-то тонкие процессы, такие, где нужен свет, запрещено извлекать всякую выгоду и пользу от света этого, хотя с удовольствием, например, свечами, они для этого, чтобы при их свете кушать, пользоваться ими, получать удовольствие. эти свечи светом сугубо святой для заповедей, для того, чтобы напомнить миру о чуде великом, которое произошло, поэтому пользование этими свечами категорически запрещено. Один из моментов этого пользования шамаш, одна из причин, почему он нужен, шамаш, это дополнительная свеча, для того, чтобы, если уже человек попадает в такую ситуацию, когда ему нужен свет, он получает пользу от этого, то есть, от этого шамаша, хотя другие тоже свечки здесь горят, но, тем не менее, есть, как бы, возможность пользоваться только им, этого же достаточно, хотя лучше, изначально, опять же, не полагаться на шамаш в качестве, в качестве обыча все-таки им просто пользуются, а не для того, чтобы так активно использовать его свет. Если в доме зажигает несколько человек ханукиот, эти самые ханукальные свечи, несколько из комплектов свечей горят, каждый человек пользуется своим шамашем. Если человек зажег свечу, как положено, ханукальную свечу, налил масло, в данном случае количество, или там была статичная длинная свеча, чтобы она полчаса горела после выхода звезд, и она по какой-то причине не связанной с человеком загасла, то, в принципе, по букве закона нет обязанности зажигать заново. Заповедь выполнена, и нет никакой проблемы. Хотя, в принципе, если есть такая возможность, желательно, конечно, обновить горение свечей, но, естественно, без благословений. Потому что заповедь, она произошла. ставить свечи в такое место, где обычный ветер, ветер, поток ветра, который в данный момент здесь может быть, их может задуть, это человек этим самым заповедь не выполнен. То есть, он поставил в такое место, зажег в таком месте, где изначально известно, что она задуется, эта свеча, либо, если он не налил достаточно количество масла, не поставил достаточно длинную свечу, чтобы она горела в нужное время, заповедь не выполнена, так же, если он поставил не в том месте, в котором нужно. Поэтому, это должно быть загашено, и дополнительное масло, все это поставить в нужное место, и зажечь опять с благословением, потому что первый раз это было благословение сказано в пустую, и заповедь не выполнена. В тот момент, когда зажигают свечу, надо подождать, чтобы хотя бы большинство фитиля или нитка, когда это говорится о стериновых, парафиновых свечах, либо это фитиль, чтобы она занялась огонь достаточно сильно, и потом только убрать руку, чтобы это считалось, что я ее зажег, а не она начала гореть, и потом разошелся огонь дальше самостоятельно, чтобы это все произошло от моего прикосновения. Есть такой обычай, очень важный, который исполняется на протяжении всех этих времен, зажигают ханукальную свечу и в синагоге. Это делается для того, чтобы задействовать всех окружающих в этом чуде, да, это самое, опять же, распространение чуда, показать это чудо всем, которые здесь находятся. Было такое специальное постановление мудрецов зажигать свечку ханукальную в синагоге. Теперь, когда ее зажигают, чтобы это было максимально подобно, потому что было в храме, это обычно устанавливается либо на столе, либо делать полку специальную с южной стороны, южной стены синагоги, и устанавливается ханукья, то есть этот набор свечей, он устанавливается с востока на запад. То есть если это как я сижу, это с моей правой руки делается полка или стол и устанавливается в таком виде, смотрится, например, на восток обычно, то есть если это там восток, а здесь запад, то это получается южная сторона синагоги, здесь устанавливается. Тому, кто на меня смотрит, это получается, соответственно, наоборот. И так же, как мы говорили, свечи зажигаются с левой стороны направо, дополнительную свечку ставят с левой стороны от того места, где стояла предыдущая, и зажигают слева направо. В синагоге говорят все три благословения в первый день, оба благословения, два благословения в последующие дни. Человек, который сказал благословение в синагоге, потом ее домой говорит, зажигая свечи там, и поскольку там есть у него жена, дети, которые тоже, как бы, они выполняют заповедь за счет его зажигания, он тоже говорит все эти благословения. И наоборот, если человек зажег дома, сказал все благословения, потом его в синагоге уважили тем, что он зажигает там свечи, поскольку там есть, приходят люди туда, все видят и так далее, то он говорит благословения в синагоге тоже. Говорят, что Шихия, то есть благословение о том, что дал дожить до этого времени, он в синагоге не говорит. Утром, это мы говорим сейчас, во время зажигания свечей, между Минха и Мариевым зажигают это в синагоге. Утром, во время утренней молитвы Шахарис, во многих Шахарит утренней молитвы, во многих местах принято в синагоге тоже зажигать, но там зажигают уже без благословения. Скажем несколько слов, упомянем о молитвах, о вставках. Оля Несим, то, что я читал в первом занятии, Сидура прочитал я, что мы говорим вставку в то, что называется Беркат Аудаа, в том месте, где мы благодарим Всевышнего, мы говорим в Дима Лахмаде, благодарим Всевышнего. Там есть как раз нужное место, где сказать вставку о ханукальных событиях и о войнах, которые ты нам помог выиграть, и которые ты за нас выиграл, можно сказать. Если человек не сказал там вовремя, не вспомнил сказать в этом месте, и он уже упомянул имя Всевышнего, которое завершает это благословение, то он уже скажет только в конце, в самой молитве, там есть после Всевышнего, не дай мы ему там говорить всякие нехорошие вещи, мы там говорим, в тот же самый текст говорим там, но это уже не считается как часть молитвы, а просто как бы такой определенный положительный момент, если хотя бы там это сказать. Возвращаться, снова молиться о молитве и так далее не нужно. Если человек вспомнил это додо, как он сказал, упомянул имя Всевышнего, он говорит эту вставку, а потом начинает с того места, где надо, опять же он говорит, продолжает дальше, завершает это благословение с того места, которое он должен был бы так же закончить, если бы он не забыл. То же самое касается берката Амазона, то есть после хлеба мы говорим, после трапезы с хлебом мы говорим благословение после еды, на еду, там тоже есть вставка в благословение, которое говорит о благодарственной, второе благословение. Благословение, опять же, если мы забыли и уже сказали имя Всевышнего, то мы говорим в самом конце, там есть милосердный он сделает тот, он сделает так-то, мы там это упоминаем в качестве упоминания, но уже не как часть молитвы. Если мы это вспомнили до того, как произнесли имя, мы говорим там, где вспомнили, и продолжаем с того момента, как будто бы не забыли. Все дни хануки не говорят таханун, не говорят ламнацеах, которые говорят между Ашрей и Убалицион, и не говорят, когда это в субботу, не говорят с хацедек. Каждый день говорят аллель, эти дни, они установлены для восхваления и благодарности Всевышнему, каждый день говорят аллель. Законы аллеля, они таковы, что на кадиш, после оменьшими раба и беальма, а также на к душу первые две фразы и амень на к душу, можно отвечать даже внутри фраз, а между отрывками аллеля можно отвечать амень на все остальные благословения. После аллеля говорят кадиш. Все дни хануки есть специальное чтение тары, уже упоминалось, это та глава в таре, которая называется Насо, там говорится о жертвоприношениях глав еврейских колен, каждый день читается другой день, первый день читается первый день, второй и так далее. И это связано с тем, что как раз в эти дни было завершение храма работ, посвященной строительству приносного храма Скини в пустыне. Когда это происходит в будни, то достает один свиток тары и читает три человека, если это новомесяч, то достает два свитка, которые читают и хануку, и посвященную новомесячу четыре человека читают, а в субботу даже достает, если это суббота такая, которая попадает на рожходыш, то есть новомесяч, ателет, и ханука, и суббота, достает три свитка тары. Шесть человек читают недельную главу, седьмой человек читает то, что связано с новомесячем, и мафтир читает то, что связано с, по очереди, что пришло, связано с ханукой, и автору, то есть отрывок из пророков, читают, связано с ханукой. Если, соответственно, новомесяч не попадает на субботу, то достает два свитка тары, читают все семеро вызванных тары, читают то, что связано с недельной главой, а мафтир, последний, дополнительный чтец, он читает то, что связано с ханукой, и отрывок из пророков, естественно, связано с ханукой. В конце молитвы принято говорить песню того дня, которую говорили левиты в храме, во время хануки все семь дней говорится песня «Мизмар ханукат, абайт ли Давид», каждый день это говорится, этот псалм из Таилим, из псалмом царя Давида. Есть очень важный момент такой, это касается и хануки, и всех остальных праздничных дней, когда говорят особенные дни, вместо того дня, вместо той песни, которую говорили левиты в храме, желательно всегда сказать, сегодня такой-то день по субботе, от субботы в любом случае это сказать, потому что этим самым мы выполняем очень важную заповедь, скорее всего, по мнению многих знатоков, это заповедь Тары, помнить о субботнем дне, каждый день мы должны, поэтому, когда мы говорим, сегодня такой-то день от субботы, сегодня такой-то день от субботы, второй, третий и так далее, мы тем самым упоминаем о субботе. Ну, что ж, мне кажется, что вкратце мы коснулись плюс-минус всех моментов, которые нас могут заинтересовать в хануку. Опять же, я говорю, да, что это самое, что вопросов бесконечное количество, их спрашивали 500 лет назад, связанные с этими законами, 300 лет назад, их спрашивают сегодня, написаны очень много книг, трудов, ответов, вопросов на тему хануки. Хотелось просто немножечко, в общем, коснуться этой темы, и я надеюсь, что это было немножко полезно. Хотелось бы завершить нашу серию этих уроков, немножечко коснуться мидрашей, свитка Антиохуса, немножечко поговорить о том, что происходило с Юдит, более подробно, как это все происходило. Многие об этом знают, некоторые, может быть, не до конца, я не знаю, насколько это распространено, но вообще, в принципе, и там, в частности, на русском языке, насколько это переведено, не очень в курсе. И, естественно, что можно, да, посоветовать и порекомендовать эта книга «Иудейская война Иосифа Флавия», которая по какой-то интересной причине, да, то есть интересная вещь такая, то, что обычно книги такие общепопулярные такие, да, они не находят своего отклика позитивного в религиозных книгах. Тем не менее, книга «Иосифа Флавия», она очень рекомендуется, и она, видимо, считается очень... Во-первых, он был свидетелем того времени, он в то время жил, и он как бы писал то, что видел, и наши мудрецы считают, что это книга, события которых написаны досконально, четко, правдиво и реально, да, то есть они рекомендуют ее читать. И сейчас связаны с ханукальными событиями, и там есть главы, которые связаны с этим временем. И во время разрушения храма тоже, как бы, это одна из книг, которые желательно, разрешено читать и желательно читать во время к нам, потому что она дает, написано очень талантливо «Дух того времени», она, опять же, переведена, да, я знаю насчет нее точно, что она переведена на многие языки мира, и можно ее очень легко достать и прочитать, и это очень приветствуется. Может быть, если получится сделать еще...